здравствуйте дорогие друзья вы все наверное знаете что 2024 год объявлен у нас стране годом семьи семья это самое замечательное что есть в жизни у каждого человека это мама папа братья сестры бабушки дедушки семья это то место где нам дарят любовь где нас любят независимо от того какие мы на самом деле заслуживаем это или нет все мы для своих родителей любимые уважаемые и они стараются сделать нас счастливыми я хочу вам представить серию книг о замечательной французской семейки из шербура написанную жанна филиппом ару виньоном это чем замечательно эта семья у нее в этой семье живет мама папа и сначала пять а потом шесть сыновей и всех этих сыновей зовут жанами это папа так решил чтобы не путаться в именах и чтобы не забывать имена своих детей он начал назвать их всех жанами единственное что к этим жаном он добавлял потом следующую букву еще алфавита и так появились жан-а жан-б жан-в жан-г жан-д а потом родился еще и жан-е я вам прочитаю рассказ из первой книжки которая называется омлет с сахаром и как раз в этом рассказе идет речь когда мама отправляется в роддом родить еще одного жана а дома остается папа и пять его сыновей и во что превратилась это ожидание мамы вы все знаете прослушав рассказ и так же филипп ару виньон омлет с сахаром только пожалуйста давай без твоей мамы обойдемся я сам справлюсь мальчиками молял папа правда ребята обычно когда мама рожает к нам надолго приезжает бабушка жан-нет бабушка жан-нет хорошая но она все время командует она следит чтобы мы принимали душ по-настоящему не пускали воду делая вид что моемся она заставляет нас носить галстуки и чистить зубы тысячу раз в день поначалу папа спокоен и жизнерадостен он называет ее ласково по имени но всегда на вы а по дороге с работы покупает ей цветы но это только поначалу а потом все быстро очень меняется он вынужден носить дома тапки чтобы не пачкать линолеум и курить на балконе как только его рука тянется к трубке бабуля начинает нервно покашливать у него за спиной к моменту отъезда бабушки у папы появляются мешки под глазами и морщины на лбу он обычно худеет на три килограмма и запросто раздает оплеухи так что даже пальцем шевельнуть опасно ты мне несправедлив не унимается мама она уже не знает как тебе угодить мы были бы рады остаться одни с папой в этот раз шестеро мужчин в доме в молодости папа часто был вожатым в лагере так что с ним можно было дурачиться драться и даже ругаться плохими словами мама ты не было чтобы нас одернуть словом чисто мужской подход девчонкам нас не понять и вот наступило воскресенье мама у которой всегда все под контролем подготовила для папы целый список домашних дел так сказал он надевая очки начнем по порядку вроде бы ничего сверхсложного тут нет жан а взялся за завтрак сначала папа даже напевал что-то себе под нос но потом когда понадобилось сменить подгузник жану д найти тапок жану б одновременно погасить огонь который выбивался из тостера он стиснул зубы и замолчал смотр в войск скомандовал папа когда все были готовы мы встали в ряд для проверки жан а не почистил зубы жан в надел свитер прямо на пижаму а у жана г носки были разного цвета и тут зазвонил телефон ну как вы там справляетесь спросила мама прекрасно справляемся ответил папа одергивая жан а д который в этот момент размазывал по ковру остатки своего йогурта не волнуйся все под контролем а потом мы еще и на мессу опоздали мы в спешке вылетели из дома и только в церкви папа обнаружил что я все еще в домашних тапочках а у жана г карманы набиты машинками а жан в сосредоточенно надувает пузыри и жвачки дома разберемся буркнул он проталкивая нас между скамейками вы у меня еще попляшете похоже проповедь священника все-таки повлияла на папино настроение потому что в конце службы он сказал а может купим пирожных и устроим пир в булочной мы оказались в конце длинной очереди папа говорит что это того стоит потому что там пекут лучшие ромовые бабы в городе именно поэтому после службы там обычно толпа народу и к продавщице надо пробиваться локтями когда подошла наша очередь ромовых баб конечно уже не осталось это все ваше спросила продавщица пока мы протолкнулись к витрине это только малая часть сухо ответил папа остальные дома еще стадо у продавщицы округлились глаза обычно я кормлю их сеном и зерном вы определились ребята мне заварной попросил жан а хотя нет лучше бабу бабу больше нет ответила продавщица а мне корзиночку с клубникой попросил жан в нет это мне корзиночку захныкал жан д хватит уже за мной повторять ты всегда хочешь тоже что и я не сдержался жан в я пил ее увидел продолжал хныкать жан д папа быстро их угомонил под затыльником и жан д разревелся все вокруг смотрели на нас продавщица теряла терпение кто-то в очереди вдруг произнес садист и тут терпение начал терять папа да выбирайте уже наконец процедил сквозь зубы или вам сейчас мало не покажется ладно сказал жан в и глотая слезы я возьму бабу баб нет прошипела продавщица тогда быстро нашелся жан в я буду пирог с лимонным джемом к сожалению последний кусок пирога я только что отдала этому мальчику сказала продавщица указанная жан ага ничего страшного тогда я буду бабу папина улыбка искривилась и на затылок жана в приземлилась очередная затрещина садист снова донеслось из толпы люди начали толкаться нервничать в булочной назревал скандал а ты мой мальчик что хочешь продавщица смотрела на меня так словно я был киборгом мутантом ну а кинул я взгляну в может кусочек черного леса или нет лучше яблочный пирог или все же со мной так всегда я не умею выбирать когда всего так много мне хочется и того и этого и всего сразу а взять то можно только одно пирожное для меня это настоящая пытка я начинаю нервничать как будто у меня отбирают все остальное может этот мальчик все-таки поторопится не выдержала толстая тетка в очереди папа покраснел повернулся к ней лицом не надо разговаривать с моим сыном в таком тоне в разговор мешался муж толстухи садист на минуту мне показалось что сейчас папа наденет коробку с пирожными ему на голову вместо этого папа фыркнул схватил самого мелкого за руку и пулей помчался к выходу через всю толпу громко обещая что нагибу больше не будет в этом месте где так относятся к его детям дорога домой была тяжелой папа шел впереди с коробкой пирожных в одной руке а другой тащил за собой плачущего мальчишку все остальные следовали за ним почти бегом чтобы не отставать жан а попытался было его остановить но быстро понял что папе лучше не перечить только на лестнице папа заметил что малыш плачет если ты сейчас же не прекратишь он покраснел и поднял руку когда затрещина уже полетела по назначению папа вдруг побледнел губы у него затряслись так будто он пытался нас пересчитать и он прикрыл рукой рот чтобы нечаянно не ругнуться черт побери все таки вырвалась у него а ты что тут делаешь малыш которого папа держал за руку заплакал еще сильнее на нем был свитерок синего цвета и он был одного роста с жаном в весь веснушках и с пухлыми щечками но на этом сходство и заканчивалось я именно это и хотел тебе сказать папа встрял жан а да это же не наш подтвердил жан г это не лопоухий совсем черт побери повторил папа в панике я взял чужого ребенка и что же теперь делать может возьмем его к нам предложил жал б у него нет ошейника это незаконно вмешался жан г нужно ждать один год и один день чтобы можно было его забрать к себе а может выбросим его в море как нелегальных иммигрантов предложил жан а нет пусть живет сказал жан г пусть тогда спит в моей комнате за мурлыком жал д проблема в том что у нас только шесть пирожных справедливо заметил жан в я делиться не собираюсь тишеру крикнул папа нелегал принялся рыдать еще сильнее и папа наклонился к нему успокойся малыш начал он гладя мальчика по голове никто тебя не обидит мы сейчас быстро найдем твоих родителей договорились скажи мне где ты живешь малыш не успокаивался а наоборот ревел на взрыв он смотрел на нас так будто его похитил отряд зеленых человечков как тебя зовут спросил папа он не может ответить сказал жан а он наверное умственно отсталый ты уверен спросил жан в может он просто глухонемой со скоростью звука пролетели две смачные затрещины все марш домой приказал папа сейчас все решим в общем от пирожных уже не было никакого толку может надо было отдать их нелегалу хоть тогда бы он успокоился поскольку он по-прежнему не мог произнести ни слова папа продолжился так давайте по порядку вы остаетесь здесь пока я метнусь в булочную родители должны ждать его там это займет минут пятнадцать папа вернулся ближе к вечеру вид у него был совсем изможденный глаза вылезли из орбит а нижняя часть лица там где челюсть угрожающе покраснела ну что спросили мы хором он упал кресло а булочная то была закрыта я два часа мотался с ним по кварталу пока он не узнал свой дом а потом его родители чуть не спустились меня шкуру ну и спросили мы они даже не заметили пропажи не мудрено у них в семье девять детей и все смотрели телевизор я хочу есть данил жан-де мы за ничего не ели на обед папа а собирались между прочим пир устроить с упреком сказал хорошо произнес папа еле оторвав себя от кресла помирать так с музыком папа почему помирать поинтересовался жан-ге просто так ответил папа слишком долго объяснять все быстро по комнатам надевать пижамы если я кого-нибудь увижу в радиусе километра от кухни мало не покажется а слушаться мы не решились когда папа в таком настроении лучше вести себя тихо молниеносно натянув пижамы прибравшись комнате мы отправили жан-де на разведку папа что-то готовит доложил разведчик ничего себе все в укрытие приказал жан-а когда папа готовит это можно сравнить только с тем как он делает ремонт до нас доносился грохот кастрюль и ругань громко и не очень а потом тишина что-то не так заволновался жан-а давайте посмотрим что там происходит сам иди смотри предложил жан-ве слабаки возмутился жан-а что испугался в итоге мы пошли все вместе пять оплеух лучше чем одна тонко заметил жан-а и на сей раз я был склонен с ним согласиться когда мы вошли в гостиную на столе горели свечи папа достал красивые тарелочки из праздничного сервиза серебряные приборы изящно свернул в стаканах салфетки как будто цветы из ткани ого воскликнул жан-ве у нас что опять рождество или ждем гостей спросил жан-г заткнитесь прикрепнул на них жан-а потому что папа шел в комнату господа прошу садиться произнес он сегодня у нас меню только деликатесы он был в мамином переднике на голове красовалась поварской колпак из газеты а на руке висела салфетка как у настоящих официантов лучших ресторанах мы не смели шевельнуться папа продолжил так что случилось у нас же пир причем чисто мужской компании возле каждой тарелки стояли карточки с нашими именами соленые орешки для начала легкие закуски господа пояснил папа исчезая на кухне это был супер ужин папа отлично готовит обычно нас кормит мама но тут ее превзошли однозначно и без шансов на реванш чистая победа так вкусно мы еще никогда не ели предлагаю отведать мясную тарелку и ассортив из свежих овощей настоящий пир сперва папа подал рулетики и с салями и с корнишонами и стакан лимонада затем пришел черед главного блюда на наше главное блюдо сегодня господа только для вас великолепные стагетти с трюфелями под средизерноморским соусом от тертого сыра тесто размороженных макарон надо признать немножко слиплось но это придавало блюду интересное послевкусие папа признался жан в а я и не думал что ты так хорошо готовишь папа скромно улыбнулся но знаете если честно женщины из этого делают целую науку а на самом деле тут нет ничего сложного просто нужно немножко смекалки и наконец наш эксклюзивный десерт чтобы это могло быть спросили мы хором сюрприз от шеф повара подыграл папа по уникальному рецепту специально для вас его хотят заполучить лучшие повара мира папа с гордостью подал нам на стол длинное блюдо на котором было размазано что-то мягкое и желтое отдаленно напоминающее свернутую в трубочку банное полотенце ну что догадались кто первый угадает тому еще один лимонад мы все осторожно попробовали по краям блюдо было суховатым а в серединке немного липких торт из топора предложил жанг а папа пожал плечами фруктовый пирог без фруктов спросил жанг в в любом случае это очень вкусно заметил я я знаю что это сказал жанг а как-то заставил меня съесть промокашку в клее невежды обиделся папа и снял фартук теперь я понимаю маму которая говорит что вас кормит это все равно что метать бисер перед свиньями кто нас только за язык тянул вздохнул я так что никто не догадался мы все отрицательно помотали головой вкус этого блюда был мне очень знаком но точно сказать что это было невозможно интересное сочетание сладкого и соленого а все очень просто объяснил папа взбитые яйца кусочек масла которое придает блюду золотистый цвет и в конце добавляется горсть тростникового сахара омлет с сахаром выкрикнул жанг поднял руку как школе правильно ты выиграл это самый настоящий омлет только с сахаром оригинально не правда ли объедение сказал я облизывая тарелку ты лучший повар которого я знаю вот именно бабушка жанет вряд ли бы приготовила вам такой омлет троекратное ура папе бросил клей джан а став на стул гиб гиб ура и мы все начали кричать аплодировать папе стучать тарелками по столу воцарился такой же гам как обычно в столовой и папа тоже с нами дурачился довольный как слон или скорее как чемпион тур де франс спасибо ребята спасибо повторял он настоящий триумф повара папы мы еще долго будем помнить вкус этого твоего омлета с сахаром сказал жак а этот омлет войдет в историю и вдруг зазвонил телефон папа вышел на минутку ответить а мы пока начали убирать со стола когда он вернулся то был желтым как омлет и странно улыбался как будто много выпил у вашей мамы только что родился наконец закричали мы не дослушал да родился здоровенький малыш добавил папа а у нее длинные валюсики она будет носить косички запищал жан д косички как-то по-дурацки улыбнулся папа но будут ли у элен косички повторил жан в элен переспросил папа какая элен глядя на нас в недоумении папа вдруг все понял и засмеялся нет никакой элен ребята у вас родился еще один братик красивенький жанчик е весом 4 килограмма и 200 грамм